Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милоги! Сегодня мы решили отправиться на пикник. На улице очень хорошая погода, солнечно и тепло. А Бобик нам поможет! Он нам все это доставит на своей тележке. Ну что, вы с нами, ребята? Тогда поехали! А еще, ребята, у меня для вас есть классный спойлер к новому обновлению. Если тоже ждешь обновления так же, как и я, пожалуйста, поставь лайк под этим видео. Я очень жду новое обновление. Так вот, у меня для вас сегодня спойлер к новому обновлению. И, конечно, новые баги, лайфхаки и секреты. Вы, наверное, ребята, уже это поняли, глядя на Бобика. Ну все, поехали выбирать продукты для пикника. Бобику уже не терпится наполнить свою тележку. Что ты хочешь? Малышка хочет мороженку. Конечно, мы обязательно с тобой возьмем мороженое. Так, какой? Давайте вот такой в упаковочке, чтобы не растаяло. Дальше смотрим, что нам еще нужно для пикника. Я думаю, что, конечно, фруктики. Обязательно возьмем два яблочка, бананы, ну и, конечно, ягодки и апельсинчики тоже возьмем. Здравствуйте, можно нам два пирожка с клубничкой? Да, конечно, пожалуйста. Благодарю. Бобик захотел куриную ножку. Ну ладно, ладно, я тебе ее возьму, только давай ее зажарим. Кстати, здесь такие вкусные. Лобстеры продаются. Очень вкусненькие. Продавцы рекомендуют. Можно нам зажарить одну куриную ножку и лобстера, пожалуйста. Так, куриную ножку и лобстера будет готово через 15 минут. Ребята, а вы видели, какие здесь блюда готовы? Продаются. Вау, можно готовые блюда покупать. Рис с грибами, например. Или картошечку с мясом отбивная. Вау, круто. Да, ваше блюдо готово, пожалуйста. Ваш лобстер и куриная ножка, пожалуйста. Ой, большое спасибо, очень вкусно пахнет. Ну а теперь напитки будем выбирать. Я возьму себе освежающий лимонад. А ты, малышка, что будешь? Я хочу сок апельсиновый. Ну давай, давай тебе сок апельсиновый возьмем. Ну все, мы все купили, можно идти на кассу. Пожалуйста. Спасибо большое. Бобик, ну что, поможешь нам довезти все до пикника? Ну все, давай, вези пакетик. Ой, спасибо, Бобик, что принес нам наши продукты. Сейчас будем все разбирать. Ну все, давай, я тебе сейчас тоже кушать дам. Какой ты мне молодец. Все доставляешь куда нужно. Так что я взяла с собой на пикничок. Конечно же, планшетик, чтобы показать вам новый спойлер, который мы сейчас с вами будем смотреть про новое обновление. Конечно же, салфеточки, чтобы вытирать ручки после еды. Для Бобика миска, куда же без нее. Да, Бобик, ты, наверное, пить захотел. Давай, я тебе сейчас налью молочка. Можно наливать питомца вот отсюда молоко, ребята. Если не знал, ставь лайк. Да, ребята, это очень круто. Можно котикам. Кстати, котикам нельзя молочко. Ну ладно, иногда можно. Может быть, это какая-то ряженка для котиков. Или кефирчик. Ну что же, я еще взяла на природу. Конечно, одноразовую посуду, чтобы все продукты накладывать в эту посудку. Ну, давайте раскладывать наши продукты. Так, лимонад для меня. Мороженки две штучки. Конечно же, наши вкусные пирожочки с клубничкой. На, кушай, малышка. Дальше яблочки у нас тут есть. Еще, конечно, сок для малышки. Угощайся. Еще ножка. Бобик, твоя ножка. Жалко, что у нас собачки, конечно, не едят настоящую еду. Было бы тоже прикольно. Ну, пили, да, у нас много здесь всего. Ну, все, мы полностью все с вами разложили. Давай, я тебе открою мороженку. Ну, все, угощайся и пей. Запивай, ешь. Малышке очень понравился наш пикничок. Пока малышка кушает, я вам, ребята, покажу спойлер. Я думаю, что всем очень-очень интересно. Поехали. Скоро, ребята, скоро открытие мебельного магазина. Мы знаем, что вы ждете его. И скоро, скоро, ребята, он откроется. Нам показывают, как рабочие все делают. Подметают, убирают мусор после строительства. И уже первые коробочки в магазине. Мы все еще работаем над ним, над магазином написано. Рабочие убирают строительный мусор. Кран доставляет дополнительные какие-то строительные материалы. Смотрите, девочка, которую мы все уже знаем, она красит магазин снаружи валиком. И магазин готовится к открытию. И написано, что мебельный магазин скоро придет. И он, ребята, откроется в середине апреля. Мебельный магазин, ребята, откроется в середине апреля. Но я думаю, что, может быть, еще какие-то мини-обновления будут. До этого большого обновления. Так что разработчики очень-очень хотят побыстрее выпустить этот мебельный магазин. Они знают, что мы его очень-очень ждем, ребята. И активно ведутся работы. Смотрите, эта коробочка с апельсинчиком, видите, сверху. Она у нас есть в домике, где девочка у нас живет. Где компьютер стоит в деревянном домике. Вот, смотрите, последние-последние штрихи, коробки уже доставлены с мебелью. Остается сделать совсем немного и магазинчик откроется. Действительно, ребята, локация очень большая. Я думаю, что там будет много-много-много-много мебели. Поэтому ее делать не так просто. И мы с вами будем ждать. Конечно же, куда же мы денемся, ребят? Будем ждать середины апреля, когда откроется мебельный магазинчик. Середина апреля, я думаю, что четверг. Это либо 18 число. Может быть, конечно, пораньше, но мне почему-то кажется, где-то в 18 числах, может быть, там чуть пораньше, выйдет обновление. Конечно, ребята, хотелось бы, чтобы вышло сегодня. Да, ребята, хочу уже. Хочу этот мебельный магазинчик. Вы тоже хотите, я знаю. Ладно, мы с вами вместе дождемся. Но чтобы нам было не так скучно его ждать, ребята, мы с вами, конечно же, опять новые секретики открываем, баги и лайфхаки. Я сейчас очень много всего использовала. Кстати, у нас такой пикничок вкусный получился. Все такое классное. Малышке тоже очень-очень понравилось. Она просто радуется, под солнышком прыгает и скачет. Ладно, ребята, как же сделать так, чтобы песик возил за собой вот эту доску для скейта? Все очень просто. Смотрите, у меня здесь спрятан персонаж. Мы берем нашего песика. Мы должны его поставить на скейт. После этого, ребята, мы должны его подвести к персонажу. Можете спрятать этого персонажа подальше, чтобы его не было видно. Вот сюда. Главное не задом подвозить вот так, ребят, а передом. Все. Появились действия, выбираем танцы. И все. Смотрите, собачка у нас теперь везет скейтерскую доску вот так за собой. Это очень смешно. Но можно, кстати, и поближе сделать, чтобы была доска. Давайте еще раз попробуем. Самое главное ее передом. К персонажу ставить эту собачку. И вот так будем. К персонажу ставим рядышком. Вот. Действия появились. И на танцы нажимаем. Вот сейчас очень хорошо получилось. Смотрите, собачка как будто бы действительно везет за собой на колесиках тележку. Это очень круто смотрится. Но, ребята, вы держите не за собачку, а за скейт. Вы должны скейт перетаскивать, не собаку. Если вы будете за собаку держать и перетаскивать, то собачка просто оторвется от скейта. И все. Теперь она у меня вот так вот здесь будет ходить и катать за собой досточку. Ребят, но тут есть свой минус. Да, ребята, смотрите, мы не можем ничего поставить. Все падает с этой доски. Это, конечно, минус. Хотелось бы еще малыша сюда поставить, чтобы собачка малышку катала на доске. Но не работает. Если мы убираем собачку. Вот я сейчас за собачку возьму. Вот, видите, собачку я убрала. То я могу малышку сюда поставить. А вот когда она работает вместе с собакой, везет она ее, то я уже не могу поставить. Ну ладно, ребята, очень крутой секретик. Мне он очень понравился. Классный. Дальше. Малыши у нас все таскают в ногах. Да, это очень крутой баг. Мне он нравится. Можно малышу давать в руки, что захотите. Можно в руки давать. Многие ребята, она может и в ногах, и в руках носить. Это очень смешно. У нас малыши какие-то обезьянки получаются. С новым обновлением с последним. Следующий секретик, конечно же, я думаю, что уже многие знают. Здесь у меня спрятан стульчик. Я этот стульчик использую, сажусь на него. После этого меняю сцену, себя достаю, и у меня остаются вот эти эмоции. Как же сделать пикник самым реалистичным? У меня здесь есть покрывало. Я просто ножки вот так у персонажа не напокрывала. На покрывало не вставайте, ребят. Рядышком вот так делаю. Немножечко вот сюда. И просто делаю движение сесть. И получается, как будто я сижу на покрывале. Это очень прикольно. Но если мы встаем, то уже все. Смотрите, движение сесть пропадает, и у нас начинается движение йога. То есть я тут покушала, пикничок закончился, и решила немножечко спортом позаниматься. Тоже смешно, конечно же. Ладно, еще крутой секрет, который я только сегодня узнала, что можно реально питомцам наливать вот сюда молоко. Это очень круто. Но это еще не все. Бобик, выпей, пожалуйста, молочко. Мне нужно ребятам еще кое-что показать. А еще, ребята, питомцев можно кормить не только молочком. Можно делать, ребята, для питомцев смузи. Это очень прикольно. У нас в игре очень много аппаратов для смузи. Так, что в подарочке? Ой, опять просроченный пряник. У меня тут уже их много. В игре очень много аппаратов для смузи. Давайте сделаем смузи. Так, вот этот шикарный тортик превратим в смузи. Так, тортики сюда не закидываются? Я даже не знала. А если отдельно кусочки? Да, отдельно кусочки закидываются. Смешаем вот таких два красивых кусочка и сделаем сладкое смузи для песика. Например, у песика день рождения. И мы ему сделали вот такой жидкий тортик. Кстати, похоже на молоко чем-то. Ну как, тебе понравился тортик? Вкусный? Ну и конечно, ребята, можно набирать газировку. Смотрите. Как будто бы это морковный сок, витаминный для Бобика. Бобик у нас ведет здоровый образ жизни. Он у нас тут разные соки пьет. Молодец, молодец, песик. Какой-то у меня умный. Давайте ему еще вот такой фиолетовый сделаем. Он хочет фиолетовый. Ладно, давай, давай. Вот, держи, угощайся. Очень красиво это выглядит в мисках для собак. Правда, ребят, мне очень нравится. Тем более, у нас здесь только цветов и зеленый, и персиковый. Круто, ребята. Даже вот такая есть розовенькая. Правда, классная. Это какой-то борщ наш. Бобик будет кушать супчик. Тем более, ребята, что у нас в особнячке есть переносной смузи-аппарат. И мы можем у себя дома делать вот такие классные смузи для наших питомцев. Чтобы они не только корм собачий кушали, но и обычную еду. Ну и еще, ребята, очень классный лайфхак. Я тут вышла на прогулку с нашими малышами. У меня их много, ребята. Смотрите, как вы думаете, сколько у меня здесь малышей. Это малышка моя. Еще одна. Это мальчик. Так, еще один мальчик. Девочка. Еще двойня. Ребята, кстати, двойню вы узнали. Она у меня из сериала. У меня вышла новая серия сериала. Если ты еще не видел эту серию, она получилась очень-очень классной и интересной. Смотри, там они от змеи бегали всю серию. Ну, не всю, конечно, ребята, но было интересно. И давайте я вам покажу, как я это сделала. Так, у нас тут мамочка пришла, ребята. Да, выглядишь, конечно, ты очень смешно. Спасибо за скейт. Сейчас, ребята, я вам покажу, как это сделать. С помощью скейта. Да, скейт круто работает. Пока что не пофиксили эти баги со скейтом. И лучше бы и не фиксили. Правда, ребят? Ладно, встаем на скейт. Слазим скейтом. Берем коляску. И можно так бесконечно много колясок брать. Опять встаем на скейт. Со скейта убираем персонажа. Берем еще одну коляску. Вот так это выглядит. Можно, конечно, убрать эту колясочку. И наших двойняшек вот так рассадить, чтобы было покрасивее. Вот, смотрите. И еще раз я встаю на скейт. И беру еще одну колясочку. И вот, ребята, сразу несколько малышей я могу катать. Смотрится очень прикольно и классно. То же самое, ребята, работает и с тележкой магазины. В начале видео я именно так и делала. Ну, хорошо, у меня для вас есть еще один крутой лайфхак. Я уже с малышами пришла в пекарню. Как видите, у меня все работает. Ничего не пропало. У нас здесь есть упаковочный стол. Я могу туда упаковывать разные предметы. Но я могу еще и малыша в коляске упаковать. Смотрите, ребята. Я могу просто упаковать своих малышей в коробочке. Это смотрится очень смешно. Если мне нужно, я могу их открывать и обратно прятать. И даже коляску, ребята, для двойни можно упаковать сразу двух малышей. Смешно, правда, это выглядит? Давайте, ребята, попробуем спрятать наших малышей в ящичке. У нас теперь они такие реально мобильные. Можно хоть куда их убрать. Смотрите, коляска здесь. Здесь у нас малыш. Закрываем шкафчик. Все, ничего не видно. Малыши в шкафу у нас лежат. Вот такие прикольные баги мы для вас отыскали сегодня. На этом все, мои дорогие друзья. Мы еще будем искать классные баги и лайфхаки. А если у нас еще появится какая-то информация про новое обновление, обязательно расскажу вам о ней на своем канале. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся, как всегда, на канале Милогейм. И всем пока-пока.